Здравствуйте! В этом видео у нас первая книга Ездры. Вообще, у Ездры всего три книги, но вторая и третья относятся к неканоническим, поэтому я не стану о них рассказывать в этом разделе исторических книг, но до них и до всего другого, в том числе и литературы других религий мы обязательно дойдем. Поэтому подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. А теперь первая книга Ездры. Итак, евреи, взятые в плен, были отпущены в Иерусалим заново возводить Дом Господень, то есть разрушенный храм. Вместе с рабами их пришло чуть более 50 тысяч человек, и был у евреев чуждый для них враг самаряне, точнее сказать, старый недоброжелатель. Они узнали, что евреи собираются отстраивать храм и город, и тогда пришли к ним и просили дать им возможность строить вместе с ними. Аргументируя это тем, что они тоже время от времени, как и их отцы, прибегают к поклонению и молитвам Иегове, людей, а тот в свою очередь помогает и им тоже. Поэтому у самарян возникло чувство долга перед всей этой затеей. Вряд ли, конечно, это было истинным мотивом. Скорее всего тут желание сделаться соподрядчиками, от которых в дальнейшем будет сложно избавиться и которым в случае чего придется отдавать кусок за проделанную работу. И такое предложение было отклонено. Тогда самаряне стали писать царям персидским доносы на евреев, в основе которых была идея, что иудеи возводят не только храм, но и укрепление самого города, и в какой-то момент они могут перестать платить дань и быть вообще подконтрольными. И царь проникает с этой мыслью и приводит свое войско в Иерусалим и прекращает все работы. Но пророки Агей и Захария подначили евреев продолжать строить храм. Эти люди, по сути, были частью предводителей иудеев на тот момент, и к ним, безусловно, прислушивались. Доносы на евреев тем временем продолжались, но с приходом персидского царя Дария картина меняется. Он находит завещание, которое оставил царь Кир. И строительство, а также поддержание благосостояния евреев возобновляется в полном объеме. И спустя пять лет, в 516 году до нашей эры, храм Господень восстановлен. Спустя два года после этого события из Вавилона приходит тот самый Ездра, который и написал эту книгу, который всю жизнь свою обучался служению Егове и был книжником. Вместе с ним от царя Персии приходит повеление возобновить служение Яхве, которое в своей сути заключается в убийстве всех непокорных заповедям и законам Бога и, конечно же, в жертвоприношении. Напомню, почему некоторые цари Персии помогают евреям. Потому что они понимают, что именно Егова дал им власть и могущество, поэтому они обязаны как бы помогать ему и его народу. В общем говоря, все возвращается к уже забытым давно всеми законам. Что по мне так очень странно, потому что у евреев не было своего царя и была как бы полуанархия. К тому же они, как и их отцы, уже веками не поклонялись Ягове в полной мере, как было во дни Давида и Соломона. Остается насильственный вариант. И, кстати говоря, в истории такое уже было и не один раз. В данном случае контроль ситуации исходит от персидских царей. Но, с другой стороны, по тексту в этой книге прослеживается желание самих евреев продолжить поклоняться Ягове. Как после египетского рабства, так и в эти дни, побывав в плену у вавилонян, видимо, они поняли, что для них лучшего и вообще другого варианта, чем поклоняться Ягове, просто не существует. Все потому, что Ягва заключила с прародителем всех евреев Авраамом завет на века. Авраамом завета, суть которого состоит в том, что либо ты и твой род поклоняются мне и живут в достатке и удаче в делах, либо они страдают и умирают раньше времени. Других вариантов просто нету. Поэтому в ДНК всех евреев прописан этот код завета между Богом и Авраамом, которому они обязаны следовать. Во времена Ездры полностью восстановили служение Ягове, но была одна проблема – это кровосмешение с другими народами. А Бог в свое время, опять же таки, заповедал не брать жен из других народов и дочерей своих не отдавать замуж неевреям. И тогда все общество иудеев решает расторгнуть такие браки, что они, собственно, и делают. Девятая глава, второй стих «Потому что взяли дочерей их за себя и за становей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными. И притом рука знатнейших и главнейших была в всем беззаконии первую». Меня лично оскорбляет это слово «святое семя». Если вы смотрели предыдущие видео на моем канале, то вы поймете, что омерзительней семени просто быть не может. Это дети сатаны. И подмена понятий тут, как о святости такого народа, просто неуместна для нашего понимания. Но с другой стороны, у сил добра одни идеалы, а у сил зла другие идеалы, поэтому слово «святость» в данном тексте стоит понимать правильно. Примечательно из этого стиха также, что браки с чужеземцами пошли от головы, то есть самые высокие чины, в том числе и священники, подавали пример всем остальным людям. Видео! Играет музыка. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok